Здравствуйте, сегодня мы начинаем обсуждение нашей магистрской программы, представление магистрской программы МТТИ, современная фундаментальная математика. Это новая, и она будет организована, уже организована Центром фундаментальной математики на физтехе. Это новый центр. Центр создан для того, чтобы развить на физтехе настоящую фундаментальную математику, которая… Ну, может быть, я приведу пример на примере алгебраической геометрии. Дело в том, что математика, она имеет довольно длинный период развития, и, скажем, если я в случае алгебраической геометрии, она начинается, ну, где-то там с древних греков, и потом развивалась какое-то время подспудно средние века. И потом уже где-то в середине девятнадцатого века стало развиваться более последовательно, более фундаментально. Это было прежде всего в Германии, ну, и окружающих странах. Дальше уже в конце девятнадцатого века она переместилась, больше центр такой развития алгебраической геометрии переместился в Италию. И итальянская школа алгебраической геометрии, в общем, ее результатами мы пользуемся до сих пор, как, впрочем, и немецкая. Ну, и дальше весь двадцатый век алгебраическая геометрия развивалась, и в ней в результате есть масса накопленных как бы структур, теорий, сведений, изучение которых потребует определенных усилий от студентов магистратуры. Но те, кто это преодолеет и кто начнет сам заниматься этой наукой, он почувствует себя, как бы сказать, well-established, хорошо состоявшимся ученым. Значит, у нас в этом центре фундаментальной математики предполагается, что, во-первых, будет Международный экспертный совет, который будет стать из выдающихся ученых, математиков всего мира. Ну, в частности, еще в этой лаборатории, в этом центре будет лаборатория алгебраической геометрии гомологической алгебры, которая уже существует на физтехе, она как бы исторически уже существует несколько лет, и мы ее не хотим уничтожать, она будет продолжать свое функционирование. Значит, темы, которые будут развиваться в нашем центре. Это вот алгебраическая геометрия и комплексная. Ну, вот эта школа, итальянская школа алгебраической геометрии, она была такая, как бы сказать, более комплексная, более геометрическая в каком-то смысле. Потому что под геометрией сейчас алгебраической понимают очень много вещей и, в общем, вплоть до теории чисел, потому что и коммутативная алгебра, все туда входит в каком-то смысле. Но тут просто выделяется, это не значит, что мы не будем заниматься другими, у нас будут специалисты, я думаю, как раз даже и по теории чисел, и по приложению алгебраической геометрии к теории чисел, и даже просто, может быть, специалисты, даже не может быть, а точно по аналитической теории чисел. Но, тем не менее, вот эта алгебраическая комплексная геометрия, это то, что будет в этом центре, и в частности будут курсы, вот Илья расскажет в магистратуре. Вот, другая тема – это гомологическая алгебра. Это теория помоложе, я бы сказал. Она берет начало, может быть, где-то с двадцатых-тридцатых годов, двадцатого уже века. Ну, и получила там, в общем, дальше был Жан Лере, какой-то Жан Пьер, Жан Пьер Лере, да, который, сидя в немецком лагере в Австрии, по-моему, изобрел спектральные последовательности и пучки. Вот, это был определенный этап, но, как бы это воспринято было не сразу, прошло время, потом появился Гретенди, который вел производные категории, это уже где-то шестидесятые, там, семидесятые годы. И потом был всплеск, и сейчас, в общем, большая часть фундаментальной математики в той или иной степени основана на гомологической алгебре. Я бы так сказал, что там, где она еще избегает этого, это просто она еще не знает своего будущего. Вот. Ну, дальше близкая тематика – это теория представлений в самом широком смысле. Есть теория представлений группы алгебр Ли, есть теория представления ассоциативных алгебр, колчанов соотношениями, много что можно представлять. И как-то так оказалось, я бы сказал экспериментально, что это содержательно и имеет приложение. На самом деле, теория представлений, скажем, группы алгебр Ли – это, в общем-то, вылезло из физики, когда стали думать о том, как вообще собрать все фундаментальные частицы, когда их стали открывать и как попытаться их классифицировать. Тут выяснилось, что как бы вот так наивно, вот это, это и это с такими-то свойствами недостаточно. А когда вы говорите, что за этим стоит представление какой-то группы, то это все приобретает больший смысл. Вот. Ну, интегрируемые системы – это более современная теория и, опять же, физическая. Вот. Ну и потом мы надеемся, что все эти математические науки, они будут иметь приложение, мы будем заниматься их приложениями квантовой физики и теория сложности вычислений. Вот. Но в центре я все еще про центр. Значит, ну вот там будут такие ведущие сотрудники, далеко не полный список. И сегодня, наверное, могу уже анонсировать одного нового ведущего сотрудника. Значит, ну вот здесь первое – это я. Ну, вот что тут про меня написано. Ну, вот докладчик на Международном математическом конгрессе в Пекине. Это, если вы знаете, математический конгресс в Пекине, не в Пекине, а вообще Международный математический конгресс – это главное математическое мероприятие, которое происходит примерно так же, как и чемпионаты по футболу раз в четыре года. Вот. И те, кто туда приглашаются – это, как правило, математики, ну, которых оценило Международное сообщество. И это одна из целей, чтобы наш центр, он был, ну вот, поднял физтех в математическом смысле на вершину математического Олимпа. К этому мы стремимся. Вот. Другой, значит, ведущий сотрудник – это Вячеслав Шакуров. Ну, он тоже был в Беркли. Еще раньше на математическом конгрессе его ученик – это Кошур Беркар. Я помню, как он еще, Кошур, приезжал в Стекловку, математический институт Стеклова, проводил по несколько месяцев для того, чтобы пообщаться с Вячеславом Шакуру. Степан Оревков, профессор университета Пол Сабатья. Вот. А из новых, которых сейчас уже можно это сказать вслух, это Крис Брав, специалист по такой производной алгебрической геометрии, которая сейчас стала очень популярна. Вот. Он будет у нас тоже работать в центре. Будет еще много других сотрудников. Так, значит, программа магистратуры. Это вы? Я только 10 минут говорил, странно. А? А вы про курсы? Да, я пока уж. Значит, у нас есть некоторый набор вот тем, ну, я их уже раньше сказал, тема центра, а теперь какие будут курсы в самой магистратуре. Значит, там будут основные курсы и специальные. Здесь в каком-то смысле не разделено еще на части, Илья скажет более. Вот. Ну, какие там темы? Тема – это современная алгебра. Ну, что такое современная алгебра? Ну, опять же, она близка к гомологической алгебре во многом. В чем-то отходит от нее в сторону. В общем, это, ну, алгебра. Вот. Алгебрическая топология. Топология – это что? Это анализ «ситус», как называл его Риммон. То есть, это как бы геометрия. Это далеко вот до Риммона этого не понимали. Ну, думали, вот как-то, вот оно там, круглая, с дыркой, да. Но с дыркой может быть разное. Если это комплексная, как бы, бублик с комплексной структурой поверхности, то это, вообще-то говоря, как выясняется, имеется один параметр, так называемый Джейн вариант, от которого это называется лептической кривой, как ни странно. И эта лептическая кривая, вот этот бублик с комплексной структурой, то есть поверхность с комплексной структурой на ней, зависит от одного параметра, который можно менять, и они будут разные. А с точки зрения топологии, это все одинаково. Потому что топология, как бы, всякие деформации, всякую такую, и структуры дополнительные дифференциальные не улавливают. И выясняется, что там множество топологических всяких интересных инвариантов. Вот поэтому это выделилось некоторую, вот этот анализ Ситус выделился в некоторую отдельную науку. А сначала, скорее, даже была дифференциальная геометрия. Это следующий пункт. Тут он написан по-английски, потому что этот курс у нас будет читать как раз Крис Брав. И там будет, в общем, за год достаточно все серьезно, кончается классами Черна. То есть те, кто пройдут эти курсы, я считаю, будут уже в каком-то... Это все предполагается за один год. Но те, кто сможет... Те, кто сдаст... Что там нужно сдавать? Экзамен, наверное, да? Они уже через год, как мы считаем, будут состоявшимися... Не состоявшимися математиками, но будут обладать знаниями, достаточными для занятий математики. То есть про них можно будет сказать. У них есть математическая культура. Это главное, чего мы хотим добиться от наших магистрантов. Это, в общем, да, требует некоторых усилий и с нашей стороны, в том числе. Вот в дифференциальной геометрии. Потом, конечно, такой центральный объект, который, как я уже сказал, во многом пришел... Как бы потребовался для физиков, а именно группы алгебры или... Будет курс на эту тему. И, в общем, он будет кончаться даже такими более современными вещами. Ну, как современные, уже лет 20-30-40-30. Квантовые группы — это такая некоммутативная деформация группы Лив. Про алгебраическую геометрию я уже говорил. Ну, и теория представления я уже тоже сказал. Она бывает в разных видах. И у нас, я думаю, она тоже будет представлена в разных видах. Вот. Вот это главная тема. Не исчерпывающая. Мы еще даже думаем, что нам добавить к этим темам. Но проблема в том, что в каком-то смысле для студентов, возможно, и так уже слишком много. Нормально вы считаете? Вот. В общем, это еще в данный момент в процессе обсуждения. Я лично за то, чтобы все-таки студенты как бы не перегружать их слишком, а чтобы именно они могли думать глупо. Потому что забить человеку голову от этого ни ему приятно не будет, ни результата не будет. Хорошо, давайте теперь Илья. Потому что следующая, мне кажется, уже тема курса. На следующий раз. Тогда. Все. 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 добрый день я продолжу про более такие на близкого приземленные но более такие конкретные что вещи касаемо именно магистратура магистровская программа ну собственно поскольку центр новый математический центр организуется на физтехе то так или так или иначе вот эта система физтеха до двух физтех он как бы тоже пронизывает и влияет как бы на работу центра идея такая что выдающиеся ученые до математики работающие центре будут и дальше продвигать математику до студенты молодые умные молодые люди будут как бы им в этом помогать вот и вот для этого нужна магистрская программа до которая собственно студентам будут позволять эту помощь осуществлять вот и собственно алексей игорь сказал что это обучение по этой программе предполагается течение одного года вот и темы по которым пардон по программе обучение по программе предполагается течение двух лет да ну в течение года вам нужно сдавать тельные спецкурсы про которые сейчас скажу через пару минут ну вот ну вот примерные как бы направление до в которых вот развивается будет проходить работа центра ученых центре и в том числе также работа студентов до которые магистрантов которые к нам поступят это вот 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 вы видите на экране эти темы про гомологическая алгебра алексей игоревич сказал про квантовую механику наверное здесь присутствующие лучше меня знают также будет представлена ну один из аспектов алгебраической геометрии так называемой операциональной геометрии это то что было вот на предыдущем слайде про вячеслава шакурова выдающийся специалист как бы в этой области также есть тема по геометрии арифметики динамики дискретных групп сюда также включается теория представлений групп ли различные факторы по дискрыл алгебраические группу дискретным группам но и так далее вот и еще одна тема это маломерная топология алгебраические кривые то в которых вот степана ревков тоже является ведущим специалистом множество задач множество тем очень интересных связанных с теорией узлов и комплексной геометрии ну как бы очень много тем вот ну и собственно видим следующий слайд будет про курсы какие курсы предполагается со следующего года уже читать магистратуре то есть если вот вы поступаете до магистратуру то вы выбираете три основных курса ну или наверное один курс специальный которого там который в течение года вы сдаете вот ну вот вы видите список основных курсов и лектора которые будут читать эти курсы естественно без алгебраической геометрии современная фундаментальной математика не обходится поэтому годовой курс по алгебраической геометрии прослушать придется вот будут вот читать сотрудники нашего центра ну и вот и лаборатория алгебраической геометрии гомологической алгебры вот также алгебраический аппарат теория колес полей ну групп прогруппами тоже уже слышали ну вот значит без этого тоже никуда в современной математике ну вот курс по алгебре по алгебре будет вот читаться ну как бы в таких двух сегментах что ну вот разными лекторами ну вот следующие темы это группы алгебра ли ну как про них я уже упоминал когда говорили про геометрию арифметика динамику до дискретных групп это тоже будет нужно слышно вот дальше вот алгебраическая топология такая более геометрическая тема крис будет читать алексей игоревич уже упоминал спецкурс по дифференциальной геометрии вот вы видите примерные темы которые там будут многообразие векторное расслоение связанности и когмологии но собственно опять-таки такой базовый набор как бы инструментов до понятий которые нужны современному работающему математику ну вот это что касалось основных спецкурсов ну вот то есть которые нужно сдать просто чтобы как бы некий минимум набрать что называется ну вот формальный также есть спецкурсы которые ориентированы ну как бы на то чтобы привлечь вас уже к научной деятельности собственно центра вот то есть как бы основные курсы вас образовывает до в той или иной области математики современной ну вот а спецкурсы призваны к тому чтобы вот это ваше образование действительно углубить так сказать ну вот то есть выбирая спецкурс да вы более-менее может можете уже выбирать направление в математике научное направление в котором вы хотели бы дальше работать вашим потенциальным нашим руководителем до которых центре работает вот и вот пожалуйста вот спецкурсы такие степана ревков вот считается собственно то чем вот он занимается спецкурс по маломерной топологии алгебраическим кривым вот алексей игоревич вместе с дубновым читает уже несколько лет от на самом деле спецкурс на физике читается гомологическая алгебра в алгебраической геометрии григорий амосов читает математические основы квантовой механики ну вот ну видите разнообразие тем выбирайте которое вам ближе интереснее возможно какие возможно большинство слов незнакомых да но что-то вас большей степени заинтересует поэтому выбирайте и слушайте спецкурс значит и вот еще несколько спецкурсов по операциональной геометрии который я упоминал будет костя логинов читать на случай если вот вас заинтересовала геометрия арифметика динамика дискретных групп от николай богачёв это тоже годовой спецкурс будет читать вот ну и наконец вот из комплексной геометрии опять таки дима степанов прочитать спецкурс по теория особенность вот ну такие более специальная тема то есть увидели вариантом слайд крис брав читает про многообразие гладкие многообразие наверное знаете такое понятие вот теория особенностей такая более такая хитрая тема что называется ну вот ну соответственно там тоже великое множество задач которые можно заниматься писать статьи ну и дальше 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 вносить вклад до в развитие фундаментальной математики вот вот в целом вот так вот это все будет организовано ну и опять же возвращаясь к тому что все это происходит на физтехия как бы идея такая чтобы ну вот весь этот аппарат что ли эта машина до центра и там магистратура парень он дальнейший образовательный программ это все эффективно работало да ну чтобы давал какой-то результат то есть идея что по завершении обучением магистратуры магистратуры вы будете обладать математической культурой как и все игры сказал достаточно для того чтобы заниматься дальше наукой ну вот занимаясь дальше наукой вы перед вами вот примерно такие перспективы будут открыты да то есть по заверу по окончанию обучение магистратуре будет отличная возможность поступить в аспирантуру опять-таки здесь при центре да ну то есть можете смотреть на как на базовую кафедру то есть где вы можете заниматься математикой в данном случае да такая же работа как все остальные вот значит ну помимо центра естественно есть связи с такими ведущими математическими институтами как институт стеклова высшая школа экономики мгу это то что в москве ну и питере например этапами филиал институт стеклова и питерский государственный университет ну и так далее вот ну и разумеется как такой современный что ли современная такая дань да вот это занятие наукой как бы это вот то что нужно получать гранты ну и у вас будет более чем хорошая возможность эти гранты получать участвовать в конкурсах для молодых ученых да вот которые есть конкурс долине конкурс мебиуса получать соответствующую материальную поддержку чтобы дальше заниматься наук вот вот вкратце вот так вот может студент нашей лаборатории никита монченко тоже пару слов скажет про свое житье-бытие так я попробую что-нибудь сказать правда я не совсем понял что именно мне надо сказать вот ну коротко о чем я занимаюсь ну как уже говорил там и алексей игоревич и я числа вы алгебраическая геометрия это наука очень блага многогранная большая и много разных ликов которые иногда могут оказаться достаточно далеки друг от друга вот я в отличие от многих других людей которые тут были означены я скорее принадлежу к алгебраической части алгебраической геометрии я скорее алгебраист но занимаюсь то алгебра которая возникает в конечном счете из какого-то геометрического из геометрических задач и задачи теории представлений но если коротко задачи которые занимаюсь возникает на таким образом вот уже была упомянута теория представлений группы алгебры которая возникает вообще говоря из физики в случае если это рассматривается представление конечномерное в конечномерных векторных простанствах, то задача, ну, более или менее, известно, как решается. В случае, если мы рассматриваем более общую ситуацию, бесконечно мерное представление, ну, естественно, это гораздо сложнее, и оказывается, что об этом правильно думать, ну, как и о всем вообще математике, естественно, правильно думать в категорном смысле, и возникает некий специальный очень важный тип категорий, который называется категориями старшего веса. В конечном счете, в общем-то, изучением именно этих самых категорий старшего веса я занимаюсь. Следующий важный шаг, ну, возможно, кажется, все здесь присутствующие, по крайней мере, слышали про то, что такое абелевые группы, вот. Ну, наверное, вы знаете, там, из линейной алгебры, что там вот бывают всякие ядра, образы, что там вот, если у вас есть гомоморфизм абелевых групп, то они сами образуют абелевую группу, что там можно брать прямые суммы всякие, вот. Ну, это дело можно как-то обобщить, ну, наверное, вы замечали, что многие вещи, которые вы изучали там на алгебре, если она у вас была, там, для групп абелевых особенно, очень похоже на то, что было при изучении векторных пространств. Если вы что-то говорили о категориях представлений, то вы, наверное, знаете, что вот и в представлениях, в общем-то, тоже какие-то подобные вещи возникают. Ну, все это дело, в общем-то, обобщается с помощью такой важной науки, главного, пожалуй, языка современной тематики, это теория категорий, и если говорить именно об абелевых группах, то это то, что называется теория абелевых категорий. То есть эта теория описывает объекты, которые в каком-то смысле похожи на абелевые группы, а вернее, если говорить еще более точно, на модули над кольцами. Модули над кольцами — это, примерно, то же самое, что векторные пространства, только не над полем, а над каким-то кольцом. Но такие объекты слишком хорошие, они редко встречаются, и часто по ходу нашей жизни, так сказать, нам приходится работать с чем-то более плохим, более сложным. Это, собственно, главный, пожалуй, такой объект на изучение, это то, что называется точной категорией. Точные категории были придуманы, по-моему, если не ошибаюсь, в 70-х годах прошлого века, к Виллинам, когда он разрабатывал такую вещь, как категория. Говоря, опять же, совсем не строго на пальцах, вот вы сейчас изучаете линейную алгебру. Вы изучаете линейную алгебру, в общем-то, в одном из простейших случаев над вещественными числами, над... ну и чуть-чуть над комплексными. Вообще говоря, линейную алгебру можно строить над другими полями, или там что-то подобное линейной алгебре можно строить над кольцами. Ну вот можно сказать, что категория — это некая наука, ну а также некое кольцо, которое описывает то, как устроена линейная алгебра над произвольными кольцами. Как оказалось, посчитать ее невероятно сложно, и, собственно, задача там вычисления ее для произвольных объектов до сих пор полностью не решена, но огромный прорыв, и, пожалуй, главный прорыв во всей этой науке был сделан квилином, и именно для этих целей он и вел эти самые точные категории, которые позволили решить эту задачу для всех конечных полей. Вот. Ну, в последнее время эта наука очень сильно развилась. Вот Алексей Игоревич любит говорить, что точные категории — это вообще очень глубокий и правильный способ смотреть на математику, и... ну, потому что Абелева категория — это слишком хорошо, а точные категории, в общем-то, чем-то похожи на Абелева, но... вот. Но гораздо более гибкие и многообразные. Ну, наверное, не знаю, как-то так. Что еще тут можно сказать? Вот. Да, ну, повторюсь, что все это внезапно, казалось бы, это такая чистая алгебра, но в какой-то момент это все очень красиво переливается и в топологию, и в геометрию. То есть конструкция Квилина, для которой он придумал вот эти самые точные категории, о которых вы там условно можете думать о каких-то там группах, ну, там, каких-то объектах, между ними стрелочки, вот, внезапно имеет очень глубокую топологическую интерпретацию, и, собственно, гениальность Квилина заключалась в том, что он смог свести чисто алгебраическую задачу к некой соответствующей ей топологической, то есть вот эта вот чисто алгебраическая задача свелась к исследованию некого топологического пространства, там дальше надо было что-то переклеить, вот, ну, и в результате получалась некая новая алгебраическая конструкция, которая несла всю информацию об исходном. Ну, вот ради таких красивых вещей, я думаю, имеет смысл там приходить и заниматься алгеброй. Хорошо. Он включен, да? Включен? Ну, я, может, добавлю к тому, что сказал Никита. Это вообще, вообще, эти точные категории, как я тут недавно выяснил из чтения статьи немецкого математика Бюллера, наверное, немецкого, суть по фамилии, до этого появлялась уже это понятие в работах японского математика. Йонедэ, по-моему. Вот. Ну, вот это одна из таких вещей, что математика, наука очень интернациональная, поэтому взаимосвязь и идей, она очень важна. И все время про это идет речь, что там идеи приходят из одной науки, под какой-то части математики или физики, переходят в другую, перерабатываются, и все это делается по-другому. Вот. Теперь я хотел ответить на пару вопросов, в которые появились в чате. Если я правильно помню, один из них, можно ли поступать из-за границы в нашу магистратуру, я не вижу тут никаких совершенно проблем. Технические проблемы есть или нет? Нет, они могут откуда угодно поступать на фистях, но в нашу магистратуру. Я думаю, что тут никаких бюрократических препон никому не ставить. А вот, да, вот они вопросы. Можно ли к вам поступать, если я из другой страны? Поступайте. Мы будем только рады. У нас и преподаватели, как вот, скажем, Крис Брафон из другой страны, а именно из Америки. И ничего. Вот. Теперь второй вопрос. Программа дистанционная или очная? Программа, конечно, очная. Дистанционный ее формат мы даже не обсуждали, если честно. И поэтому в данный момент ответить на этот вопрос, наверное, не сможем, да? Возможно ли у нас дистанционное обучение? Не могу гарантировать, что это будет возможно. Так, теперь еще. Вот тут даже какие-то ответы приходят, судя по всему. Что иностранцев на бюджет только по Россотрудничеству. Что значит по Россотрудничеству? Вопрос финансирования, правильно я понимаю? Я не знаю, да. Я, честно говоря, в таких деталях не разбираюсь. Можно ли... Мы тут обсуждали финансирование аспирантов из-за границы, например, из Саудовской Аравии. Ну, это не то, чтобы невозможно, как я понял. А, скажем, если человек из-за границы, он хочет, чтобы его здесь финансировали или за границей? Судя по всему, за границей. Э, здесь, да? Ну, вот этот ответ Валерия Киселева, что... А можно еще на контракт? Что первый ответ, что иностранцев на бюджет только по Россотрудничеству. А второй, что можно еще на контракт. Это говорит знающий человек. Что значит на контракт? А, ну, это, наверное, значит, то, что я сказал, что их будут финансировать из-за границы. Да, мы, кстати, ожидаем, что, ну, не знаю, в этом году, но что в будущем к нам будут поступать люди в магистратуру, а потом, может, и в аспирантуру, и в постдоке из других стран. А в этом конкретном году надо договариваться. Так, все, вопросов больше нету? Нет, вот тут выводить на экранах. Вот еще один ответ или вопрос. Экзамены отдельные в магистратуру будут помимо физтеховских? А, это мы обсуждали. Значит, эта магистрская программа, она при школе ЛФИ, но это не значит, что студенты из других школ физтехо не могут в нее поступать, а вполне даже приглашаются. Вот, по поводу отдельных физтеховских. Тут, скорее, нам руководство ЛФИ выдало такую месседж, что, чтобы студенты математики не боялись экзаменов по физике, что ли, да? В общем, тех экзаменов, которые в ЛФИ, они будут не очень страшными. Вот, я не хочу там уточнять, но вы, наверное, лучше меня знаете, что это значит. Вот, ну и дальше Валерий Киселев пишет нам с Богом. Мы надеемся, что у нас получится. И у вас тоже. Все тогда, наверное, на этом. Больше вопросов нету в чате. Тогда на этом остановимся. Продолжение следует...